всем привет с вами наконец-таки я марьяма маева и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы которые прислали мне в к и в instagram вопроса было немного потому что поэтому видео будет не особо длинное но надеюсь что вам понравится такой формат и мы будем продолжать снимать дальше есть первый вопрос у нас из инстаграма есть вопрос по налогам и в германии последнее время живем и наслышано про нереально низкие налоги в швейцарии так ли это еще по языкам надо ли поступая на работу и знать все национальные языки в швейцарии и при подаче на вид на жительство какой язык нужен любой из них или все государственные языки все зависит от того в какой кантон вы собираетесь жить этот недавно шутку услышала сколько длится беременность швейцарии ответ таков что все зависит от кантона такой вот что касательно налогов и языков все тоже зависит от кантона в зависимости того в какой кантон вы собираетесь переехать потому что здесь каждом кантоне свои налоги свои законы и с получением вида на жительство то же самое своя особая ситуация потому что в каких-то кантонах вид на жительство получают в течение полутора месяцев каких-то кантонов как это было моем случае например я ждала где-то карту где-то полтора месяца каких-то соседних кантонов у меня подружка ждала четыре месяца нас определенные одинаковые условия вроде казалось бы были одинаковый пакет документов но ожидание было разное на вот каких-то минимальный пакет документов каких-то там побольше немножко и так далее но по порядку что касательно налогов я точно цифру сказать не могу потому что сама сама сейчас пытаюсь выяснить ситуацию да действительно здесь налоги гораздо ниже чем в германии но здесь жизнь гораздо дороже чем в германии та же самая аренда жилья плюс обязательно медицинское страхование в месяц это будет обходиться где-то порядка 200 франков минимум при этом это не стопроцентное медицинское страхование когда вы платите за страховку и эта страховка гасит ваше лечение сто процентов то есть при походе к врачу вы будете платить определенную сумму все равно опять же таки за визит к врачу плюс медикаменты плюс еще что-то то есть это такой минимум который если там прям вообще что-то случится экстра-экстра а вот плюс здесь аренда дороже продукты дороже лекарства дороже и поэтому конечно выгоднее жить где-то там ближе границы как живем мы например и закупаться там что достаточно прилично экономит бюджет и то же самое в аптеках да например здесь как в германии ты без страхового полиса точнее без визита к врачу ты не купишь каких-то там препаратов серьезно то вплоть даже до гормонального крема от аллергии это все все только по рецепту плюс здесь даже легкие такие как колдрекс да которые вообще в общей доступности можно купить везде в принципе он будет стоить на порядок дороже в 3-4 раза чем это будет стоить в германии в той же самой потому что здесь пачка колдрекса стоит это около 20 франков те же самые пять пакетиков будет в германии стоит 3-4 евро поэтому разница есть конечно вот в этом вы экономите на налогах но вы платите больше за саму жизнь в швейцарии и соответственно потом каким-то налогом ставкам это лучше конкретно уже в определенном кантоне в который вы хотите переехать там узнавать чтобы провести более точные расчеты вот что касательно языка все зависит опять же таки от той части швейцарии в которую вы хотите переехать если вы хотите переехать во французскую часть соответственно вам больше будет нужен французский язык если я во немецкой участия как мы например живем у нас здесь все немецкоговорящие даже французы которые работают здесь говорят на немецком и по большей степени ты соответственно пользуешься этим языком если на итальянскую соответственно итальянский язык вот ну и местный диалек при подаче документов на виды на жительство здесь немного все попроще но по крайней мере в ситуации по воссоединению семьи здесь реально проще чем в германии в германии чтобы получить вид на жительство тебе нужно обязательно сдать немецкий а1 то здесь ты уже ты можешь переехать и уже язык учить на месте и не обязательно сдавать немецкий либо французский либо итальянский для устройства на работу ну конечно знать там два-три языка это в любом случае преимущество но я знаю даже такие случаи когда из россии приезжают сюда и работают только на английском языке есть такие компании международные которых достаточно только английского языка например вот поэтому тут уже тоже все достаточно индивидуально в зависимости от компании где вы хотите работать и от кантона ты знаешь русский конечно я знаю русский второй вопрос у нас был что можно сказать по поводу аренды жилья в германии я попросила уточнить где именно в какой части германии потому что все равно это цены варьируются точно также как и в россии в больших городах или там не обязательно больших то есть зависимости от того живете в центре или на окраине хотите квартиру какой город какая земля от этого все зависит написали гампург гамбург и фросхайм соответственно здесь будет следующая ситуация то есть где-то в гамбурге в центре это будет стоить в районе 2000 евро в месяц на окраине можно найти за 1000 евро где-то неплохой район 55 квадратных знакомые сдавали квадратных метров квартира это будет стоить около 1000 евро там уже попроще там это уже будет где-то 500 600 можно найти приличное жилье вот но опять же таки в германии арендовать жилье гораздо проще чем в швейцарии потому что здесь ты без поручителей без работы очень сложно снять жилье фактически невозможно тут есть такой немного замкнутый круг ты без прописки не можешь устроиться на работу и сделать вид на жительство без работы не можешь снять жилье и сделать прописку в общем вот такой замкнутый круг из-за этого достаточно проблематично попасть в принципе в швейцарию жить здравствуйте кто и откуда для вас является земляком наверное здесь швейцария конечно для меня граждане из российской федерации является земляками наверное так потому что ну а как другому это логично и так еще один вопрос последний на сегодня у меня вопрос по бездомным животным как в этих странах обстоят дела защиты ли они законом есть ли там бездомыши и очень часто в постах читаю что чаще всего наши бездомыши из России берут Германию я знаю что часто в России покупают щенков потому что это в принципе дешевле и какие-то породы там проще ну допустим здесь они например не настолько распрострелены популярны шпицы те же самые а в России очень много заводчиков вот но что касательно закона то в Швейцарии все животные должны обязательно чипироваться и соответственно понятное дело что тоже есть конечно проблемы бездомных животных которые теряются и так далее и благодаря чипированию их проще найти с оставленного без присмотра на улице собаку кошку животное не важно на улице в поле и так далее полагается штраф достаточно высокие существуют приюты для животных где содержатся собаки кошки и люди могут из таких приютов забирать кошек и собак но это не так все просто то есть в принципе если ты хочешь завести собаку ты должен пройти определенные курсы пройти определенные курсы владельцы собаки или животного но в основном собак это касательно и соответственно когда уже пройдешь курсы ты берешь собаку щенка и ты должен еще ходить в специальную школу по дрессировке этой собаки там все достаточно серьезно плюс еще чипируем плюс ты налоги платишь определенные в каждом контоне это по-разному но если ты например хочешь взять животное из приюта чаще всего берут кошек потому что за ними проще уход за ними к их содержанию меньше требований но опять же таки чтобы взять ты должен заполнить анкету с тобой будут проводить собеседование это практически как на работу не просто так как в России ты пришел тебе понравился щенок взял и пошел домой здесь ну с кошками попроще а с собаками именно ты заполняешь анкету они тебя рассматривают задают кучу вопросов позволит ли твое жилье для содержания данной породы данной собаки потом они пошлют запрос там домовладельцам можно ли содержать у вас собаку и так далее после того как ты получишь одобрение ты соответственно тебе дается шанс погулять с этой собачкой если ты погулял и тебе все понравилось тебе дается испытательный срок 2-3 недели ты забираешь собаку к себе и на протяжении двух-трех недель ты можешь еще вернуть ее вот то есть это примерно вот все вот так достаточно серьезно протекает с собаками то есть в каждом кантоне есть определенные ветеринарные службы которые имеют право прийти к тебе домой проверить в каких условиях ты живешь в каких условиях живет собака у тебя они могут конфисковать у тебя домашние животные если условия не подобающие вот оштрафовать и так далее здесь именно за правами животных тоже очень-очень следя ну вот как-то кратенько я постаралась ответить на вопросы чтобы видео было тоже не столь длинным но достаточно информативным если вас еще что-то интересует то обязательно пишите в следующем видео обязательно отвечу а пока что ставьте лайки если вам понравилось это видео если не понравилось дизлайки подписывайтесь на канал и ставьте звоночек чтобы не пропустить следующее видео я прощаюсь с вами до новых встреч пока пока